Сегодня в программе Alma2Life мы расскажем историю одного из самых красивых зданий нашего города. Машины разные бывают, белые, синие, красные. Но у нас сегодня не совсем ретро-мобиль, но зато хоть какой-то да и есть. День семьи алматинцы встречают по-разному. Ну а мы с программы Alma2Life решили проехаться по городу и посетить самые яркие мероприятия. Празднование Дня семьи в крупнейшем городе Казахстана началось за несколько дней до основной даты. Это неудивительно, ведь самый романтичный праздник года, создающий ощущение домашнего уюта, комфорта и защищенности. По этому поводу в южной столице прошли различного рода фестивали, на которых побывала наша съемочная группа, дабы показать, чем живет и дышит наш любимый город. День семьи Вилла Ретрокар поддержал Российский комитет классических автомобилей из Москвы и Акимат города Алматы. В течение всего дня алматинцы могли увидеть по городу автомобили, многим из которых больше полувека. Мероприятие прошло на высоком уровне. Выставка началась на площади Астаны, где собрались все желающие встретить живую историю мирового и советского автопрома. Мероприятие открыл Аким города Боуржан Вайбек. Он отметил, что для Алматы большая честь принимать у себя автоколлекционеров из Москвы, которые проделали большой путь, чтобы показать казахстанцам уникальные марки машин. Вилла Ретрокар действительно стала знаковым для алматинцев событием. Судя по тому, сколько людей посетило мероприятие, Ретрокары интересуют не только автоколлекционеров. На церемонии награждения участники ралли из Москвы эмоционально делились своими впечатлениями. Они отметили, что в Казахстане их всегда тепло и радушно встречают. Далее мы направились на один из самых вкусных фестивалей – фестиваль еды «Вкусная Алмата» в Южной столице. Фестиваль «Вкусная Алмата» снова в городе. В этом году организаторы подготовили еще больше вкусов и красок, еще больше замечательных проектов, которые приняли участие в празднике. В фестивале «Вкусная Алмата» участвовали десятки ресторанов, кафе, кондитеров, поваров и всех тех, кто привык дарить радость любителям вкусной кухни. В этом году у «Вкусной Алматы» 30 участников. Каждый из ресторанов разработал для фестиваля специальное меню. Самые популярные блюда имеют шанс войти в постоянный ассортимент. Гостей фестиваля ждали блюда казахской, русской, грузинской, скандинавской, итальянской, индийской, испанской и азиатской кухни. Также организаторами фестиваля была предусмотрена кофейная зона, на площадке которой прошло соревнование по латте-арт. Праздник познакомил алматинцев с форматом фестивальной уличной кухни, новым урбанистическим трендом, захватившим крупнейшие города мира. Помимо вкусной аллеев, в парке расположились развлекательные зоны для детей и взрослых. Мероприятие семейное, поэтому организаторы уделили особое внимание развлечениям для детей. Главная сцена фестиваля с 14.00 превратилась в большую кухню, на которой прошли мастер-классы. На одной из зеленых лужаек уютно расположился кинотеатр. Фестиваль еды «Вкусной Алматы» — это не только качественный досуг горожан и развитие культурной инфраструктуры города, но и площадка для продвижения и укрепления позиций продукции, сделанной в Казахстане. Место, куда из онлайн смогут выходить молодые предприниматели с кулинарными проектами и общаться со своими потребителями. В целом, «Вкусная Алмата» — это место общения алматинцев с городом и теми, кто делает наше времяпрепровождение, интересно. Далее «Алматы Лайф» направился на фестиваль «Крутые фрукты», где всех алматинцев ждали полезные угощения и напитки. Вкусное мороженое, мастер-классы, подвижные игры и сюрпризы, живая музыка, танцы, развлечения для детей и много фруктов. Кроме свежих фруктов, в рамках фестиваля можно было попробовать и приобрести салаты, соки, смузи и карамель, а также арбузные фреши. В общем, этот день семьи мы провели с пользой для ума и здоровья. Полюбовались на шикарные авто, поели и подкрепились вкусностями. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok В Вознесенский кафедральный собор давно и по праву входит в число главных городских достопримечательностей, являясь своеобразной визитной карточкой. Разумеется, вокруг него, как и любого культового объекта, существует множество легенд, которые живы и по сей день. Сегодня мы постараемся немного приоткрыть эти тайны, а также развеять слухи, которые за многие годы почти сросли с действительностью. Вознесенский собор в Алматы – один из двух кафедральных соборных храмов Астанайской Алматинской епархии Русской Православной Церкви. Пример деревянного зодчества и образец сейсмостойкого сооружения. 26 сентября 1903 года в Пушкинском саду, сейчас он носит название «Парк имени 28 героев-панфиловцев», прошла закладка храма. Строили его с 1904 по 1907 год. До сих пор вызывает множество споров авторства собора. Народная молва прочно закрепила авторство за Андреем Павловичем Зинковым. Ревнители справедливости, впрочем, тут же определили ему лишь место прораба, зачислив в архитекторы поля Павла Васильевича Гурде. На самом деле Вознесенский собор – плод коллективного творчества. И авторами первоначального проекта являются московские архитекторы Сергей Тропаревский и Константин Борисоглебский. К тому времени они уже участвовали в проектировке нескольких московских храмов и верны приехали на подработку. По-прежнему живучи в народе слухи про подземные ходы от храма к Харкеререйскому дому, нынешнему дому офицеров. Реставраторы, работающие в храме в 70-х годах, все перерыли, но никаких ходов не нашли. Но самым главным среди всех слухов, конечно же, является тот, без которого, наверное, не обходится ни одна обзорная экскурсия по городу. Каждый алматинец знает и гордится тем, что Вознесенский собор построен без единого гвоздя. Этот слух не без гордости десятилетиями повторяется на все лады, хотя он является чистой воды мифом. Впрочем, этот миф родился не на пустом месте, ибо инженерные решения поражают своей гениальностью даже сегодня. Ведь то, что собор выдержал сильное в 9-10 баллов землетрясения 1911 года – чистейшая правда. Отдельно нужно сказать и о вентиляции колонн, которую продумал Андрей Павлович Женков. Дело в том, что колонны собора сделаны из брусьев, как и все здание. Сечение колонн представляет своего рода трубу, по которой поднимается воздух, поступающий по подпольным потухам. Когда в 70-е годы вскрыли эти колонны, то опешили – древесина была в идеальном состоянии – ни плесени, ни жучков. В целом, про Вознесенский собор можно сказать, что ему довольно крупно повезло. До 1027 года он пользовался по назначению. Потом в нем разместился сначала Музей истории, религии и атеизма. Этот период можно увидеть на фото. На входе поставили памятник Сталину и Ленину. А потом и Центральный музей. Все это спасло здание от полного запустения. Центральный музей располагался здесь до 1985 года. Пока не переехал в знаменитое здание с голубыми куполами на улице Фурманово. Потом здесь размещался концертовыставочный зал. Его можно рассмотреть на фото начала 90-х годов. К тому времени еще не был восстановлен алтарь. Последняя реставрация проходила в храме в конце 90-х годов, когда он вновь был передан Русской Православной Церкви. Сегодня сюда приходит до полутора тысяч молящихся в день. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok